Итак, друзья, презентация WWDC закончена, но она будет длиться еще несколько дней и я вам хочу рассказать только самые интересные новости не буду повторяться то, что у нас в принципе уже было и зачем оно нужно раздваивать одну и ту же информацию только самое интересное добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир А спонсор данного видеоролика MoneyBack сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store услуги MoneyBack не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращая деньги на ваш счет а вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата MoneyBack работает в рамках закона, пользуясь лазейками в договорах оферты вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов тогда вам прямая дорога к менеджеру MoneyBack по ссылке в описании и закрепленном комментарии первое что нам представили это начали с iOS 15 в основном заключается это FaceTime то есть групповые звонки, там мессенджеры можно слушать, там делиться видео там как для всех, так и персонально, индивидуально делиться музыкой, то есть смотреть фильм, переписываться и так далее, и так далее точно так же вы можете формировать то есть либо же когда вы общаетесь конференции несколько человек, вы можете одному человека выделять можете делать сеткой, то есть выстроить всех как бы плиточками что касается наших встроенных сообщений, которые iMessage то есть мы там можем делиться фото, видео, музыкой, там картами, данными календарями и так далее и так далее, это все там защищено всеми различными возможными защитами которые как обычно нам Apple говорит и рекомендует это все так же работает на iPad, на MacBook самое классное нововведение это касается камеры то что вы теперь можете наводить камеру на какой-либо текст там сфотографировать выделить его, скопировать естественно и отправить и точно так же если вы какой-то сфотографировали объект где есть номер телефона или почта вы можете тапнуть и сразу же позвонить или же написать на данный электронный адрес это теперь очень удобно действительно за это стоит похвалить Apple обновили Apple карты теперь это будет новый классный 3D режим как это были раньше, если помните, в Google планетке то есть можно ее покрутить, повертеть, конкретно зумировать очень классные карты добавили теперь все в 3D моделях в реальном времени ну в плане того, что к этому семена день-ночь это имеется ввиду то есть строится маршрут 3D модель номер шоссе отмечается если есть какие-то ремонтные дороги это точно так же отмечаются пешеходные дорожки, светофоры и это все в обычных Apple картах чтобы вы понимали они пообещали, что до конца этого года это все сделают, пофиксят и в принципе мы их все получим ну это касаемо уже в iOS 15 переработали приложение погода теперь там больше будет информации там температура воздуха и так далее там возможные какие там будут изменения стихийных действий и так далее очень классно добавили в Apple Violet это то, что касается Tool Prince и касаемо чипов NFC то есть мы теперь можем открывать это опять же новая машина, которая были по BMW то есть ключи будут добавлены если вы в отелях нам допустим оформили какой-то номер также добавляется этот ключ вы можете его открывать в ваш дом и так далее то есть опять же в основном это вся функция построена на то, что будет работать за рубежом в Америке к нам к сожалению это в ближайшее время не придет мы прокричали про конфиденциальность это касаемо Safari Safari теперь может блокировать всю ненужную рекламу она в принципе до этого могла может скрывать наше местоположение IP адрес шифровать наши данные то есть мне покажет по каким электронным адресом вы зашли на какой-либо сервер это очень классно, удобно, действительно это круто точно так же касается почты то есть если у вас какая-то есть недоедливая рассылка и вы не можете отписаться чтобы не переходить вы просто через почту кидает и по факту в банк не нужно эту рассылку и не нужно делать какие-либо действия переходить на сайт тоже очень удобно спасибо Apple касаемо наушников AirPods Pro добавили очень классный режим отличный шумодав действительно действует то, что отличное увеличение звука то есть называется connection boost с помощью этого режима этот наушник направляет на нужного вам человека и усиливает как бы разговор то есть очень классный объемный звук чистый человек услышит это для тех людей, кто плохо слышит ну и опять же касаемо iPadOS 15 какие самые нововведения то, что у нас в принципе было то и осталось то, что я озвучил в iOS 15 то у нас есть и в iPadOS добавлен игровой раздел то есть конкретно можно добавить виджет на рабочий стол с этими всеми играми единственное нововведение слайды, то есть интересно то есть если вы свайпнули что-то он так слайдом будет на другой стороне отмечаться и еще одна интересная фишка это онлайн переводчик он автоматически будет определять речь язык и переводить вам на нужный который вы выберете допустим это действительно очень удобно не нужно переключать и так далее это очень отличный движок самообучающийся который будет определять и переводить нам на нужный тоже круто добавили Swift Playgrounds это программирование программ для iPhone и iPad это делается все на iPad качаете и можете оставать программистом в Siri добавили новая голоса это касается это S15 так и в iOS 15 iCloud добавили очень интересное нововведение касается того что можно разрешить доступ данным своим родным близким это в случае никаких там непредвиденных обстоятельств которые могут случиться ну и вообще в целом доступ данных вот так вот друзья вот это все нововведения которые я вам хотел поведать остальное не стоит обращать внимание там все то что было там в Apple Watch остальных сервисов просто немножко что-то добавили это не интересно по факту самое интересное что было я вам озвучил подписывайтесь на канал прожимайте колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео оставляйте ваше мнение в комментариях скоро увидимся субтитры сделал DimaTorzok